Процесс сноса здания небольшого театра начался. Завсегдатая в соцсетях недавно озаботила решение властей снести здание бывшего кинотеатра «Родина». Шли разговоры о том, что здание построено добротно и простояло бы еще сто лет. Артисты и строители другого мнения. Внутри обветшали все коммуникации и перекрытия. Ремонт был попросту невозможен. Здание построено в 50-х годах, инженерные системы и все коммуникации в очень плохом состоянии. Потому что прежде чем нам приступить к демонтажу, мы пытались отключить все это. То есть где-то нам пришлось в соседнем районе отключать, грубо говоря, коммуникации, водопровод, канализацию. То есть коммуникации в очереди. Они все проходят под зданием, большинство. Соответственно, в любом случае пришлось бы их реконструировать. А реконструировать не получилось бы, потому что это все построено уже очень давно и представлялось возможным. Кроме прочего, по мнению коллектива «Небольшого», здание кинотеатра было неудобным. Декорации ежедневно приходилось таскать со второго этажа и обратно. Сцена была слишком мала, фойе недостаточно просторным. Негде было хранить костюмы, не хватало подсобных помещений. Нового здания ждут с нетерпением, верят, что оно будет лучше. Свою деятельность не прекратят. Кассы уже работают в интернете, а театр будет попеременно квартировать в домах культуры города и области. Могу всех успокоить. С небольшим театром все хорошо. Он никуда не девается. Он продолжает продуктивно работать. Более того, факт выезда нашего отсюда со стационара, он говорит только о том, что мы станем еще ближе к людям. Потому что выездные спектакли будут в активном режиме проводиться как на площадках города, это дворец творчества детей и молодежи, это Арксаховская библиотека детско-юношеская, это ДК Руслан в Заволжье. И, конечно, мы будем очень-очень много выезжать в районной области. Зрителям и коллективу театра нужно хорошее здание. И отрадно думать, что на месте кинотеатра воздвигнут не очередной безликий торговый центр, а добротное и современное здание настоящего театра. Старое здание уберут, по словам строителей, в течение двух недель. Новое построят к 2023 году. Павел Половов, Герман Баранов, Уллправда ТВ.